Доброго времени суток, уважаемый зритель! Сегодня я хочу познакомить тебя с проектом, который называется INL. Как видите, здесь все на русском языке, весь сайт на русском языке, команда на русском языке, собственно, русскоязычный проект. О чем же он? Он о недвижимости инвестирования в недвижимость. Ведь один из самых надежных и прибыльных инвестиций является покупка недвижимости за рубежом. Во-первых, этот вид недвижимости считается источником регулярного дохода. А во-вторых, имея недвижимость за рубежом, у вас всегда есть возможность вырваться из ежедневного ажиотажа. Однако, перед покупкой и строительством зарубежного жилья необходимо решить некоторые вопросы. Для этого и был создан проект INL. Сразу хочу сказать, у INL вот здесь white paper, но кликая на него ничего не происходит. Поэтому, если у вас удастся попасть, собственно, на white paper, то вы счастливчик. У меня же не получилось, к сожалению. Но это уже мелочи. Об этом, собственно, я не буду пока что зацикливаться. Итак, что же такое INL? Я надеюсь, вам понятно. Еще раз, INL это новый проект, который позволяет людям зарабатывать на недвижимости. INL выбирает наиболее выгодные для вас предложения. Проект анализирует огромное количество информационных данных, чтобы найти лучшее решение для пассивного дохода на недвижимости для вас. Проект позволяет токенизировать рынок, провести профилактику рисков и упростить общий процесс выбора жилья. Собственно, у него, как мы видим, вот токен INL, NLC. Об этом мы также с вами поговорим чуть позже. Сейчас же я просто вас знакомлю с проектом. Надеюсь, что, собственно, вопросов не осталось, о чем этот проект. Вот наша цель создать благоприятные условия. Наша задача показать инвесторам способы. Преимущества об этом мы также с вами всем поговорим. Также у проекта есть, собственно, не знаю, как это называется. Вот, а презентация хотел назвать промо. Презентация также на русском языке. Покажу в следующих видеообзорах и YouTube также на русском языке. В общем, этот проект русский. И плюс для нас в том, что, собственно, мы можем общаться с администраторами и прочими людьми, понимая друг друга без... Все равно, когда мы, собственно, переводим через Google, есть небольшие замешательства. По крайней мере, у меня, не знаю, как у вас. У меня есть замешательства. Я немножечко недопонимаю, потому что в связи с тем, что Google переводит немножечко криво, не до конца строится диалог так, как бы хотелось. Здесь же с этим проблем нет. Собственно, этим видеообзором я хотел начать данный проект. Далее я вам расскажу о всех преимуществах, обо всем по порядку. На этом у меня все. Спасибо. Всего доброго. Придите по ссылочкам в описании, которые обязательно я оставлю.